И на самом деле это управление спросом предложения в условиях манипуляции страхами и веженством является тоже нашим безотчетом. Нормально? Вот. Поэтому дискурс на самом деле меняется совершенно очевидно и задаются фундаментальные вопросы, которые раньше никто не задавал. Вот пару примеров. Будущее капитализма становится на повестку дня. Просто безопределение. И поэтому, видите, facing new anxieties. Это все страхи, тревоги, которые распространяются на всю мировую экономику, в том числе на нас. Капитализм и будущее демократии. Вот есть такой институт Бруклингс, это мозговой центр обслуживающих демократов в Америке. И, видите, опять-таки связывают, это опять американцы рассуждают над будущим своим, своей системой. И вот этот дискурс капитализм, социализм, демократия, он совершенно четко, определенно входит в американскую, западную, что ли, дискуссию политологическую, системную. Потому что все начинают думать о том, собственно, что является корень всего зла. Я потом, наверное, расскажу про корень всего зла с точки зрения отдельных, очень точно таких раскрученных экспертов экономистов. Вот, вы видите, Revitalizing Spirit, это 75 лет Бреттон-Вудцу, специальные доклады комитета, которые говорят о том, как нужно экономическую глобальную систему менять в свете накопленного опыта. Кто-то комплиментарно, кто-то наоборот, но тем не менее, видите, все приходит в режим. Вот, Бреттон-Вудц, Брасселс и Бьонтс, то есть, вот, пожалуйста, европейские системы, европейский дискурс, что нужно делать для того, чтобы и Брюссель, и европейский союз, они адаптировались к новой архитектуре. Вот, и это все идет, то есть, это гурление мозгов, которого раньше не было. The clash of economic systems and danger of global prosperity. Вот, собственно, про то, что мы говорим, про clash систем, причем не только касается торговых войн, валютных войн, это просто идет такой цивилизационный, что ли, напряг между, вот, видите, вот, кто здесь, вот, и что будет из Америка и Китай, на самом деле, сюда пытается впрячься Россия, сюда пытаются впрячься другие китайские игроки, чтобы, в конце концов, образовать что? И вот разные там фантазии, например, того, что в конце концов получится. Вот это, где Олинашин? Олинашин. Олинашин. Курит. Курит, да, Олинашин. Потому что, на самом деле, это вот... Курит. Да. Очень сюжет важный, потому что он является каким-то показателем отношения, там, вообще маленькой децентрализации свередения. Вот статья, кто знает, Дуриэ Люрбини, да, это человек, который является советником, там, в десятках, в районе цивилизаций. Он приезжал сюда, я не говорил. Я с ним полтора часа беседовал в катоксисце, работал в гостиницу. Оля, Оля, ты, 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 сюда, спускайся. Как раз про тебя. Олинашин. Олинашин. никак нельзя, потому что грабители, если уже говорить про деньги, это другие электральные банки, которые просто пересделяют ресурсы. Но заметьте, Project Syndicate, кто финансирует Project Syndicate? Это очень важный сюжет, потому что это один из самых успешных пропагандистов, идеологов вообще в мире. Был очень активен после этого пространства, но сейчас мы не работаем. Да неужели Семерный Банк? Нет. Ну а личность? Сорос? Сорос, да. Джордж Сорос, это его проект. Это очко? А? Это очко? Еще раз. Это очко? Что такое очко? Лизака? А! Нет. А я не понял. Нет. Это вопрос в одном. Я не понял, не перестроился. Вот. Но суть в том, что, смотрите. Многие люди, которые работают с МВФ, СМБ, они категорически против того, чтобы появились инструменты, которые являются конкурентами денежных расписок центральных банков. И поэтому здесь, даже если мы начнем легализовать крипту и так далее, для них это все равно плохо, потому что они не хотят, чтобы… То есть если крипта, то все равно будет СМФ, СМФ, центральных банков, потому что они не хотят отпускать образные правления, не доверяя системе доверия, которая работает в этой системе. То есть это вот элемент мира, это количество публикаций против крипты, да? Оно растет от именно таких магистримных аналистов, представляющих, значит, одобрение. Вот. Гигантский просто шум поднялся в отношении этого проекта, который Скерберг обещает запустить в начале следующего года. Вот опять это проект электронных денег или коинов, как угодно можете назвать, с Фейсбука. И вот Фейсбук, имея там 20,5 миллиарда долларов, миллиарда подписчиков, может действительно внести в серьезную репту спрос на деньги центральных банков. Совершенно прекрасно нормальный классный сюжет, когда есть там люди, добровольно, дезинстрализованы, выбирают платежные средства, которые обеспечивают им разный доступ к товарам и услугам. То есть это не противоречит никому, никакого нет грабления, но категорическое количество статей против Libra, наверное, это превращает количество статей против биткоина вместе взятых. Почему? Потому что это сеть Фейсбук, это серьезный материальный актив, это доступ к людям, и это может быть очень, знаете, таким серьезным дезраптором всего того, что есть. И если, представляете, тоже планы Apple, Google еще и Amazon присоединяться к конкуренции вот этого рода платежных средств, то количество фантиков в мире спрос на них будет гораздо меньше. Это Libra, вот опять, заметьте, вот эта вот манипуляция, которая во всех коинах присутствует, они либо монетки рисуют типа золота, либо цвет желтый золота, но так или иначе за этим ничего нет материального, металлического, ничего, но чтобы у людей была иллюзия, что на самом деле, в отличие от фантиков, которые в карманах у нас есть, это вот типа что-то золото, чтобы люди, которые не нравятся вот это обман, ну вот это покупайте. И это вот достаточно мощнейший сюжет, и никто еще не знает, как это вот запрещать могут, не пускать не могут, не разрешать пользоваться тоже не могут. И вот этот новый феномен, который появляется, потому что впервые будет известная организация, которая выпускает по факту частные деньги. Ну, скажем так, электронные записи на доверие, и так называемые, тем не менее, выполняют функцию платежных средств вот в этом конкретном сегменте. Это можно говорить с точки зрения сторонников австрийской школы, это не деньги, это то, что я сказал, но тем не менее это платежные средства безусловно есть. И доверие к фейсбуку, это вот ключевой фактор, да, здесь. Доверие есть, материальный актив есть, он работает. И с доверием по разным причинам упадет. Доверие может, собственно, серьезно пошатнуться, и тогда как биткоин был двадцать, потом, сколько, Оля, там, три с половиной? Десять тысячи, да, до трех доходило. Да, ну двадцать было в самом добром. Двадцать было. Двадцать, потом три, вот, собственно, вот такие же качели, собственно, есть. Вот, еще одна сюжет очень интересная, которая по миру у МВФ, Всемирный банк, тот же МВФ, тот же МВФ, тот же многие другие экономисты, там, высшей лиги, да, обсуждают именно переход на кальс, запрет валюты, кэша, потому что, опять-таки, это кэш, который мешает, там, способствует обману денег, черному рынку и так далее. То есть, та же аргументация, как запрет криптовалюты, потому что она тоже пользуется бандиты, спекулянты, да, да и так далее. И вы смотрите, такое разное отношение к этому во всем мире. Кэш society остается, это процент ВВФ, денег, банкноты и, значит, и монеты, да. Японцы, швейцарцы любят кэш. То есть, шведы и Южная Африка, особенно шведы, вообще-то, это, по-моему, там, 5-3-5 процентов операций только в кэше, и вообще многие люди годами не пользуются наличными деньгами. То есть, у них в кармане нет вообще ни монет, ни там, банк, ну, вообще ничего нет. И Всемирный банк, МВФ, очень активно продвигает идею о том, чтобы либо запретить, либо ограничить наличные деньги для того, чтобы, собственно, контролироваться. То есть, цели даются достаточно благородно, как всегда, да, на самом деле, это гигантский, это просто мощнейший удар по свободам, по свободе выбора, по управлению рисками, связанными с инфляционной политикой центральных банков. Это вот взять борьбу с кэша, борьбу с криптовалютами центральных банков и правительства является вот такой фронтом гигантским давление на людей, чтобы не допускаться, опять, значит, развала монополий центральных банков, которая была использована при торговой системе. Это вот такой очень серьезный сюжет. Для нас, вот если мы, как сейчас не слышу, у нас в Беларуси споров относительно запрета кэша, а еще, по-моему, у нас я не слышу нигде. Ну да, ведутся, 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 ограничения покупок за наличную валюту дорогостоящие. А, точно, ботины, машины, там тоже, да, да. Даже здесь, если, 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 но принять карточки. Вот. Тем не менее, то есть, это, так прошло... А, смотри, сейчас же ограничиваю снятие банкоматов, от банкоматов за карточками... Банкоматы, везде, вы, ребята, тоже там есть 600 евро, по-моему, где-то там уже есть. Но, тем не менее, это... От МИРа уже? От МИРа уже? Да. Ну, составляет карту. И вот это как бы еще один, значит, главный ведовник, которого, наверное, пытаются назначить, тех проблем, которые есть в МИРе. Это Трассно-национальная корпорация. Вот. Список тридцатки ведущей, да, это по брендам, да, самый ценный бренд. Заметьте, опять-таки, стоимость брендов, просто написание. Амазон – 187 миллиардов, 188 миллиардов долларов стоит только написание слова «Амазон». Понимаете, вот это вот актив, да, который является следствием того доверия, который к нам нужен. Эппл – 154 миллиарда долларов. Заметьте, стоимость, рост стоимости бренда, вот. Причем, смотрите, есть бренд рейтинг уже, да, то есть рейтинг устойчивости бренда, да, оцениваем в категориях там, инвестиционных рисков, там, ААА, там, ВИИ и так далее, и так далее. Вот видите, что это есть. Вот эти корпорации, особенно Амазон, Эппл, Гугл, Майкерсофт, в меньшей степени Сапсунг, вот эти, равные 3,4, являются с точки зрения многих даже американских политиков, настоящей угрозой современной экономики, требующей развала этих корпораций. Якобы они монополизм. Амазон. Потому что доля рынка их огромная, влияние на бизнес огромная экономика. То есть это воспроизводится дискуссия конца 90-х годов 19 века, когда точно такое же давление было на нефтяной бизнес Рокфеллер. Вот. И опять, мы говорим про экономические составляющие монополии, являются ли монополистами с точки зрения экономических теорий, то есть могут ли они повысить цены и тем самым получить монопольную аренду, либо это просто хотелка тех людей, которые не нравится размер, не нравится управление финансами, не нравится то, что они не платят налогов в том объеме, который хотели бы, чтобы они платили. Причем появляются сами руководители, тот же там вот, например, где наш любимый Баффет, он тоже там высокие налоги и количество людей, которые выступают за повышение налогов в Америке, оно там клуб из миллиардеров, выходит и говорит, давайте повысить нам налоги, потому что мы там управляем бизнесом, но мы хотим платить больше. вот, и это такое целое движение, и вот трассно-социальные корпорации, даже среди эмпликанцев, становится таким объектом жесткой критики, да, то есть не просто так. А какой у нас сейчас, я рассказал, самый дорогой проект вообще? А его там нет, на самом деле, мы можем спорить там Савушкин ли это, либо, что еще у нас, я не знаю, там МАСС, там Санта-Брэймар, ну вот на самом деле, я не сделал такую... БелАСС. БелАСС, это вопрос всегда же, чтобы какую-то международную классификацию пропустить их, потому что то, что у нас есть, это местечковое такое. А вот если взяли по тем же критериям, что эти, там же, по-моему, 500, да, вот, 500 top most valuable brand, понятное дело, что там никого нет. Чтобы попасть в 500 top, да, нужно иметь бренд, там, не знаю, там, пару сот миллионов долларов минимум, да, а у нас, слушайте, выручки... Белару сказали, там же не бренд. Не, не, слушайте, это вопрос не в этом, это не материальный актив, который добавляет продажной стоимости тому товару, который... Вот без бренда, да, брендированный товар. Вот калийные соли от компании Слав Кали и калийные соли от Горусь Кали. Какая между ними разница? Никакой. Есть компания Каташ, которая... Да, да, да. Поэтому мы говорим о том, что здесь интеллектуальная компания, потому что здесь все, вот, которые там, или мобильные операторы, иначе индиционный капитал не словно присутствует. Вот, еще одна тема, которая очень активно муссируется, вот это вот в отношении, там, Беларуси, да, это вот планета Земля, кто ее спасет. Это тема, которая вот, это вот саммиты бесконечные, это коммуники, это большая двадцатка, это вот глобальное потепление, и значение... Да, это все, кто будет спасать Землю. Это журнал Foreign Policy, очень неизвестный авторитетный журнал, это не просто там какая-нибудь газетка затрыпанная, да, и эти вопросы очень серьезно обсуждаются, в каком контексте. Есть такое понятие «footprint», то есть, как бы, след, который оставляют российские корпорации и страны развитые на природу, вот недавно было такое сообщение, что вот пошло там до 7 месяцев, и Земля уже использовала годовой потенциал ресурсов, которые предназначены на это развитие. Получается, что мы уже живем в долг за счет будущих поколений. Вывод, который делают те люди, которые управляют там этими всеми процессами, и там, видите, ученые глобально, ввести налог на выбросы, ввести налог на финансовые транзакции для того, чтобы перераспределить от богатых и тех стран, которые умеют зарабатывать деньги, к тем, которые сидят с рукой и якобы страдают. Как система будет работать, никто не знает, но, понятное дело, в центре всего должно быть либо МВФ, либо, как они говорят, аналог Министерства глобального устойчивого развития. Понятное дело, по-другому, ООН и еще прочие вещи. Вот это тоже сюжет, который очень интересен, потому что опять, смотрите, что идет попытка создать международную бюрократию такого уровня, чтобы никто не мог их ни назнать, ни там, голосовать за них, ни уволить, ничего, потому что уровень вообще такой совершенно там глобальный. Вот вы можете когда-нибудь уволить чиновника ООН, чиновника Европейской комиссии, там, Еврокомиссара. Невозможно сделать. Они вообще абсолютно неприкасаемы. Нет такого преступления, может, такое убийство может быть, когда является основанием для того, чтобы уволить чиновника европейского, там, этих евро- структур этих. То же самое ООН. И там, и там есть знакомые, которые там внутри работают, они говорят, что я могу вообще ходить, ничего не делать, мне будут платить там, там, ну, там, сто-двести тысяч евро, это, в принципе, минимум, которые там платят за… Ну, они сразу, окажется, приставали к горничной материи и сразу уже будет. Ну, это было подставлено, это было уголовное дело, это уголовное дело, это было политический заказ и акции, это уничтожение конкретного конкурента. Вот эти технологии, опять-таки, куда движется мир для того, чтобы вот я, например, тоже для меня было открытие, это новая технология 19-го года, которая, вот, является ответом на те проблемы, которые есть. В общем, это уже выходит до рамки, там, искусственный интеллект, когда, например, смотрите, биопластик для, там, технической экономики, то есть биопластик, значит, тот, который разлагается. Второе – социальные роботы. Которые перерабатываются. Да, перерабатываются и разлагаются, если будет, какой-нибудь. То есть закрытые линзы. Маленькие линзы для миниатюрных устройств, там, неопорядочный протеин, как индивидуальное лекарство, которое таргетирует болезни. Это умные, вот, в отношении Беларуискалия, умные удобрения, которые сокращают загрязнение окружающей среды. Это корпорационная telepresence, видите, грубо говоря, телевизор, я так понимаю, дополнен на реальность, при помощи для коммуникации. Это advanced food tracking and packaging. Это то, что является способом продвинутого мониторинга, перемещения товаров для того, чтобы сократить количество пищи, которая выбрасывается. Оценивается на 2 триллиона долларов, пища выбрасывается. И если мы, собственно, не будем этого делать, то, соответственно, мы накормим бедных быстрее. Safer nuclear reaction – это про нас. Это вот какие-то более безопасные ядерные реакторы. Это DNA data storage – это устройство для хранения ДНК. И utility scale storage – это все так иначе для… Кто же наделал Маск в Австралии, по-моему, да? Он построил хранение для электроэнергии, да? Вот, собственно, то же самое. То есть, видите, все называются вот emerging technologies – самые продвинутые новые технологии 19-го года. Вопрос – сколько в Беларуси людей, которые могут работать в производстве знаний в этих цепочках? Это передний град. Ярослав, вы наверняка участвовали в Беларуси в куче компаний, но в маленьких частках тех пор. Я же говорю, что вопрос в том, что, получается, если вы в медицине, либо вы в телекоме, либо вы в софте, либо вы где-нибудь еще, так иначе… Ну, даже услышим. Smother Fetalizer, да? У нас должно быть сравнительное преимущество, потому что у нас Fetalizer, да? При помощи Smother, то есть, какого-то добавленного знания, ты получаешь умные удобрения, которые, собственно, являются менее вредными для окружающей среды, и тем самым ты просто можешь брендировать их по-другому, да? В семнадцатом году, это же было какого-то хит года, белорусская компания, которая стала через GPS трекить… Да, 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 да. А, я помню, что ты говоришь. Это для того, чтобы мониторить посевы и все прочее, да? Да, 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 да. Вот это вот то, что буквально пару дней назад сделал World Economic Forum. Они регулярно отслеживают самые передовые налоги, и просто опять вот с точки зрения там инвестиций, вложений, вот Виталий не даст оврать. Если вы отслеживаете какие-то такие прерывные вещи, да, которые вот входятся в рынок, соответственно, у тебя генерируется совершенно другой cash flow, и компания просто растет на глазах, как как бы капитализация, и вот в отношении пенсионного обеспечения, как там быть с пенсионным обеспечением. Если вы управляете хорошо деньгами, отслеживаете эти вещи, вы можете заработать там условно там 20-30-40% только на том, что вы следите за мировыми событиями и направляете какую-то часть денег пенсионных именно в эти вопросы. Вот это, собственно, такая профессиональная работа для того, чтобы и им было хорошо, и пенсионерам было хорошо в будущем социалкой. На самом деле это сигнал для производителей, да? Потому что можно там по-разному говорить там про наше сельскохозяйство, про Минпроф, да? Вот есть те, могут ли наши там, что-то у нас Белома, да, делает эти, электронные маленькие лизы для миниатюрных девайсов. Вот, это не миниатюр, это большой девайс, да? А есть девайсы, которые условно там, как это сейчас, дроны, что такое дроны сейчас, да? Есть большие дроны, которые, а есть маленькие, как мухи, да? Муха маленькая летит в воздухе, она абсолютно незасекаемая для радана, да? Или комар, какую-нибудь. На самом деле это дрон с лизой. Химпланты с живых, ну, которые... Да, да, абсолютно верно. Так это вот, собственно, вот о чем идет речь. Это вот девайсы, которые, собственно, и пользуются, и промышленное производство такого рода вещей является абсолютно классным бизнесом с гигантской добавленной стоимостью, которая и является продвигом. Вот. Это вот тот контекст, о котором мы говорили. Каковы найдеры свободы в Беларуси с точки зрения организации, да? Личность. Много ли... Критическое осмысление, да? Много ли в Беларуси найдеров свободы из индивидуала, индивидуумов, которые системно, ежедневно, там, или регулярно работают в сфере продвижения действий свободы? Свободы. Свободы. Ну, да, мы говорим про... Мы же говорили просто про то, что для того, чтобы... Ну, оно же само не поедет, да, оно должно... Кто-то должен быть локомотивом, кто-то должен это все двигать вперед. И, конечно же, вот как бы был аудит ресурсов для того, чтобы, грубо говоря, добиваться целей, там, устойчивого развития в плане, там, экономического роста. Как про декабристов. Мало или слишком... Вот. Это первая вещь, когда мы говорим, вот, а что делать, там, вот, бизнес, что делать. На самом деле, вот, поддержка личностей, которые могут продвигать идеи, там, в любых сферах. Либо это образование, либо это здравоохранение, либо это правда, либо это технология IT, либо это, там, не знаю, все то, что связано с генерацией добавленной стоимости, в том числе, значит, экономикой знания является абсолютным правилом. У нас этого вообще нет. Системной личности, я могу, там, не знаю, потерь одной руки, посчитать, там, двух ног, сколько людей у нас регулярно занимается вот этим просвещением, созданием спроса на свободу для того, чтобы в итоге ездить. Это самое... Такое... Это... Если бы это было, да, то это было бы, конечно, сразу же заметно. Дальше. Это есть некоммерческие организации, которые... К организациям еще придет. К организациям еще придет. Мы говорим про то, что... Это личные бренды, да? Личные бренды, да? Это те люди, которые вот... Вот он есть, да? Вот Шур, да? Он вообще знает матрица Шура. Матрица Шура за свободу или нет? Он за Шур. Подождите. Мы не знаем. Вот если первая реакция мы не знаем, значит, мы не знаем за свободу или нет. Матрица наджирует в сторону свободы. Наджирует. Да? Первое самое, вот это вот интервью... Значит, индивидуальные бренды, да? Так или иначе, должны ассоциироваться с неким там движением в прогресс. Да? Вы сами выбираете сферу, да? Но, тем не менее, это вот движение должно быть в этом. Лично брендирование у нас на уровне крайне низком. Потому что скромность, потому что... А, не высовывается, а потому что я, ну, я же ничего не знаю. Такое, знаете, опущение того. Вот Оля брендирует все IT. Я просто соглашусь просто... В IT-сфере очень много брендов личностей именно. То есть ты знаешь, пришел человек, мы все рады видеть. Его мнение прикинул, мнение прислушиваются. И таких много в IT-сфере. И в этом... Дайте, дайте, дайте сюда. Очень много таких... То есть то, что эти люди говорят, другие слушают и соглашаются. Даже, может быть, иногда не задумываясь. В брендах в Беларуси, в неких вот таких прорывных направлениях очень много. Направлениях, да. Я говорю, вот смотри. Мы же говорим о... Федерии говорили не в профессиональном плане, в узком плане, да? То есть, собственно обсуждать свободы, вот. А с IT-шников... У меня есть друзья, которые работают там все, кто говорит, блин, я им доказываю банальные вещи, там, с экономики, с авторийской школы, потому что они такой совок. Вот выходишь за рамки этого и превращаешься в совок. Это говорят вот лебетрианцы, которые с IT, говорят о том, как какие споры ведут в своих группах, в своих рабочих местах. Поэтому ты можешь быть супер-пупер классным специалистом в IT, делать бренд, как, там, iTransition, там, или IPAM. Я слушаю отдельных людей с World of Tanks, я просто ужас, там, не социалисты, они там какие-то там... Я не эти организации имела. Это вот эти единорогие, они немножко даже отдельно установлены сообществом. Оля, я не... назовение фамилии... Вот смотри, вот инициаторы разные люди, которые интересуются. Назови фамилию бренда, который сценируется с продвижением там, прогресс, свободы. Ты, да, но ты единственная брендированная вещь... У меня есть на почат, он перешел лидер-зарянец, несколько, да, тут... Кто, кто, что? Геннадий, спасибо. А, вот, замечательный баланс, а вот, все, как интересует. Он в общем, вольте, согласен. Есть. А, кто это? А, вот, 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 вот. Вашей тусловке есть такая проблема, как... Чейнг, да? Он снова, если сказать. Нет, слушайте, только раз говорю о том, что... Антон Куличкин – это бренд уже у нас. Причем он россиян, он приехал в Беларусь, и девчонки белорусские на него молятся. Слушайте, Куличкин для меня, как человек, который сидит за идеей, борьбой людей вообще, ничего не знаю. Я первый раз его слышу. Куличкин. Да он уже бренд, он создал эту долю, он на всех альцитусовках, он на всех конференциях, он сейчас ушел в венчурные инвестиции. Замечательно, замечательно, замечательно. Я говорю, что Ирка влияет на продвижение определенных идей, развитие предпринимательства, развитие частной экономики, развитие теории практики свободы. Он был замечательным человеком в рамках IT, он там гурный, это супер, отличный. Он не сам не программист, но он именно, мы все в себе вот этот посылок. Сколько из вас слышали фамилию вот этого Куличкин? Куличкин. Куличкин, Куличкин. Ну вот один человек. Много хакатонов проводится, много конференций проводится, я вас тоже там не вижу на этих конференциях. Оля, вопрос не в этом, вопрос в том, что импэкт IT на движение идей, это отдельная категория. Он может влиять на развитие, на профессионализацию, капитализацию, монетизацию IT-бизнеса, но с точки зрения влияния на состояние умов, на состояние этого. У нас личная среда, которая готовит свободно высказать свое мнение, вот о чем мы говорили. Серьезно? 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 Не скажите, мне для меня не нужна фамилия самых знаменитых отец. Сами альтичники мне писали, у меня будут среди них парни. Так, значит, мы определили, что у нас, друзья, первое, значит, у нас крайне мало людей, личностей, которые ассоциируются с продвижением собой. Лучше немножко с определением личностей брендов, которые ассоциируются с продвижением предпринимательства. Сразу в пятерке, скажем, например, если взять Беларусь, то Олягин будет, Катбой, там, будет еще пару человек, которые ассоциируются с этим. Это совершенно очевидно. Но, опять, это четко такая вот фрагментация, которая часто не транслируется, собственно, в некий, там, системный трансформанс. Здесь нефицируется. И поэтому, когда говорят, что нам делать, чтобы помочь Беларуси, да, среди тех людей, брендировать себя, если вы профессионалы. Но если ты брендируешь, вот, смотрите, пример замечательного брендирования профессионала, это, например, Евгений Чичеварков. Чичеварков был классным бизнесменом, да, который, собственно, делал бизнес, все на марте. То же самое, они состоялись в чем-то, но потом они понимают, что у них есть какое-то там знание, и начинают выходить за рамки вот этого своего узкого профессионального сфера, и начинают делать V&A, то есть они делают общественное мнение, да. Это вот пример того, как он, даже Евгений Капельников, да, был парень-тинесист, я его, собственно, ну, где-то он исчез, исчез, оба-на, какое-то событие выходит и говорит, гражданскую позицию занимает, по вопросам, которые являются очень важными там для понимания тоже России. А у нас, кто из известных людей, которые являются брендами в профессиональных сферах, да, является брендами также и соучастниками именно политического, гражданского, образовательного, российского движения? Мацкевич. О, Мацкевич. О, Мацкевич. О, Мацкевич. О, Мацкевич. Только не говори мне ничего про… Здесь я не знал. Но все равно это бренд. Мацкевич. Мацкевич. Ну, вы говорите такие маленькие… Вот, кто знает Влада Величко? Это тоже… Я знаю… Потому что вы тусовка, это вот, каждый такой знает. Вопрос в другом случае. Галина, то есть мы говорим о том, что… Галина, 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 смотрите, друзья, вот, когда мы говорим «Галина», да, он, ну, он почти наверное высказывается по образованию, он не высказывается там по вопросам выборов, по вопросам экономической свободы, но тем более, безусловно, он, конечно, об этом брендирует себя. Я, как специалиста профессионального образования, мы его знаем, отлично делают. Но я имею в виду Азаренко, Соболенко, Добрчева, взять наших врачей, взять известных наших мирового уровня врачей, да, то есть которые люди там, архитекторы, я не знаю, кто у нас есть, какие-то люди известные есть там… Певичка в парламенте. Да, певичка в парламенте, да, но певичка в парламенте, она поет, она поет там, как ее там… То есть, так или иначе, у нас, понимаете, вот эта вот перетока, да, вот некой аббатизации бренда на политико-социально такие и другие вещи, в ней происходит. Даже в России больше, да, там есть там… Тоже Шатерович был, смотрите, вот, трансформация… Зеленский, Шатерович немножко разная, но тем не менее. Шатерович был комиком, великолепно талантливым писателем, он делал великолепные передачи, но потом говорит, я в стране, когда такая занято творится, я не могу шутить. Я просто, ну, не хочу, и он стал вот человеком абсолютно гражданской позиции в России, да. А Зеленский был комиком, 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 то оба нас, слушайте, ну, достало и стал человеком, ну, вот уже президентом страны. Вот есть маленький пример, простите, помнишь, когда была история с фороплатами, да? Да. Вот Валера Варанецкий, сенатор, официальный, вот жалобу и делал, вот таких же все у нас мало. Да, 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 вот чтобы опять, вот если была история с фороплатами и поддержала, там, сто брендов Беларуси личности, да, это было очень важно с точки зрения, там, отстаивания этой позиции. Второе, организации. Сколько у нас организаций, которые занимаются последовательно вот этим делом? Общественные организации. Можно опять-таки посчитать, потому что организации у нас, там, так или иначе, это личностные, но тем не менее, такие сетевые организации, которые работали последовательно. В $5,00, тысяч? Ну, мы в crashing. Pequece, Democrat. Володя, ну вот такое. Там. Даже взять организации, которые вроде там даже EPM, или там комплекционный язык. Plus Anish's statistics, потому что есть еще два типа услышнения? Нет, эксперимент Devs,icem. Ну, мы в этом сходим, друзья. …5-7, мы же говорим, конкретные организации, которые… В Минский диалог. Теперь я вспомню. В Минский диалог. Это не о чем. Это имитационная вещь, связанная с тем, чтобы Макей сказал миру, что мы ведем어서, с Европейским Союзом, потому что мы оцениваем по результату. Что поменялось в Беларуси в результате Минского диалога? Что поменялось в Беларуси в результате Катрического форума? Являются ли в этот форум вкладом в продвижение этой свободы или это просто технократический разговор на проект, на какие-то ресурсы? Я такого месседжа четкого там, собственно, к сожалению, не вижу. Поэтому хорошо, можем сказать, что организации у нас на оригинальном уровне. Как правило, организации, которые говорят не про свободу, а про предпринимательство. А кто-то говорит правду, скажет правду, да? Говорит про два человека, а какой смысл? А Симба, а Кош Турада? Да, хорошие делают вещи, абсолютно верно. Наташа сидит скромничает, он нормальный, хороший, раскрученный. Симба сказал, Кош Турада, да, это проект маленький, вот такой, связанный с повышением осознания людей. Национальная грамотность. Национальная грамотность. Да, финансовая грамотность, даже финансовая, бюджетная грамотность, государственная грамотность. А для вы понимаете, что это уважаемый вклад в пенсии? Кто? Нет. Отлично. Это очень хорошая инициатива, нормально, отлично. Но у нас вот два раз, два и обчелся. На оригинальном уровне практически такого нет. То есть, поэтому вот есть такой вот, вот мы говорим, что какие-то должны быть даджеры… Даджеры… Вы не знаете, это же не значит, что нет. Они зависит от своей грамотности. А почему вы не знаете? Да, да. Есть. Скажите, почему. Мы не знаем про то, что вы делаете. Какой глаз в развитии свободы… Даджеры, который живет в Минске. Даджеры Ивановны, которые тоже по всему миру. Абсолютно нормально. Если вы думаете… Ты делаешь классные вещи, да? Этот опыт распространяй на всю страну и говори об этом как национальный проект. А местечковость – это провинционализм, нужно просто отправляться от него. Это географически не имеет значения в детстве. Ты должен… Ты ведешь себя как полноценный центр. Ты едешь в Нью-Йорк, ты ведешь себя как полноценный центр. Вы не представляете, в Америке нет такого… Я приехал из Далласа, тут люди в Нью-Йорке, у меня, блин, коленки дрожат, потому что это Нью-Йорк, а я с Далласа. Не, нормально. Вадим что-то хотел сказать? Знаешь, вот когда тут по свободе, я вспомнил Максима Минского. Макс Мирман? Да. Марат Минский. Минский. Нет. Вот это Рослан Канал за 80 тысяч человек. Вот он, 30 тысяч человек, он нравится. Потому что они с ней беседовали. Это, честно, не тот Канал. Да, нет. Мы сейчас к этому вот блоге вот сюда вот сейчас еще придем. Вот. Школа университета. В плане именно, именно генерации контента людей для движения свободы, для реформ, для того, чтобы наше спорта… Ну, один пример. Видите, вот сейчас только что созданные вот университеты имени Магилевича, да? Которому не дают, ну, в принципе, они зарегистрировали… Ваня, там просто пока зарегистрировали, ничего нет абсолютно. Я знаю, я знаю. Ничего, ноль. Поэтому мы говорим, что школа университета, на самом деле, вот то, что там, я думаю, согласитесь, мы обсуждали это раньше, это некая целевая установка для них с точки зрения заказчика другая. Поэтому, если есть, то это вопреки, а не благодаря или вопреки руководству. Да, да. Я не знаю, как это и вы с этим не видите. Потом дальше, бизнес-ассоциации. Бизнес-ассоциации, насколько они являются вот, оценивают их вклад в некую там мысль, развитие идеи, вот насколько они начнут эту нашу свободу, направляют там мысль предпринимателей в это. Вот такая, здесь, конечно, с точки зрения общего населения, гораздо больше влияние на бизнес-ассоциации, чем простого населения, да, то есть по вопросам, там, приватизации, свободы цен, там, рабочих мест и так далее и так далее. Но, тем не менее, это вопрос, вот сколько было опросов, да, когда смотришь на оценки, там, ценностные бизнесы, там тоже огромный непочадный край работы, потому что, ну, с мозгами в этом плане бизнес не работает. Ассоциации не хватает ресурсов, не хватает возможности, не хватает времени и так далее и так далее. То есть, какие-то ценностные мировоззрические вопросы не проводятся. Более того, как показала Украина и Россия, бизнес, который там в ассоциаторе добавляется до власти, они великолепно встраиваются в систему и превращаются в тех же там распорядителей, потребителей чужого. Мозговые центры, у нас очень мало их, поэтому, собственно, можно их там и опустить. Религиозная организация, в которой мы сейчас у нас есть. Это вообще не присылало? Ну, РПЦ, то имею в виду. Религиозная организация и свободы, это... Да, вот я про это говорю, это скорее негативный импакт, да. Почему католические священники, которые регулярно высылают, вообще говорят, не проповедуют негативную свободу, они проповедуют как раз самоуважение, их за это отсюда и высылают. Отдельно, да? Отдельно, это юристость. В целом, он ФБЦ. И что, если начинает какое-то священие говорить вещи, которые не укладываются в ФБЦ официально, где они в ФБЦ? Официальная оппозиция, так или иначе, протестанты, да. Вот я, кстати, есть такой Валера Васильевна, он участник нашей школы, на Примусе появляется, он тоже очень активно работает с вакцистами, с протестантами. Пятидесятниками. У него великолепная оппозиция с точки зрения труда, предпринимательства, убеждения, он сам убежденный либертарианец. Например, меда, сторонник этой части церкви, он сам теолог. И он рассказывал великолепные случаи, как он убеждал людей в деревне за бутылкой, которая ухали, почему нужно приватизировать леса, озера. И великолепный опыт говорит, после определенного общения, люди, которые не только далеки от науки, от интеллекта, я их убедил, почему это выгодно им, с точки зрения тех потребностей, которые они не озвучили. Вот это великолепный пример того, как при помощи вот таких… Я использую логику там free market свободного рынка, там логику аргументов от нашей австрийской школы, и логику там личную мотивацию, почему, например, там этим… Я хочу учить детей, я хочу там обеспечить себе пенсию. Это работает в конкретном белорусском кейсе, что он очень талантливый человек. Блогер – это тоже отдельная категория, люди популярны. Вот, и какая у нас, это вот Влад Бумага, там, Петя Железо, Маша Серебро, это просто какой-то треш, который… А вот Минский, это я вот вспомнил, когда… Я, я, я… Не был Бумельский, которого тогда Минский ловили… Нет, просто вот такой, вот они вообще за что, да, вот они за что, за то, чтобы… Они противская… Они за рекламу за счет подписчиков, да? За, за, за… За что эти классы? Не, но блогер Матолик, он полезно человеку… Вот, ну, конкретный вопрос идёт, да, с точки зрения этого социалки, то есть мы эти вопросы поднимаем, Как эти вот ребята, которые с Бреста, Кабанов и… Как его второй имя, Галерий Ильич? Витера, Судрухин Кабанов. Вот пример того, как гражданский активист, защита экологии, привёл там к известность, популярность, он великолепно работает сами на интернете. Но, опять-таки, блогеров здесь у нас таких, которые там… Не знаю, вот дух, да, трансформация, да? Дуть, там, известный такой, он понтовый, молодой, Нагеременно, вон, четкую позицию за гражданскую, политическую. Вот, по событиям в Москве, и по, там, Магадану, какой-то великолепный фильм его сделал там… Колыма. Колыма называется. То есть гражданская позиция четко выражена у него, и вот он не боится вот таких концертов, насколько я понимаю. Той же пример. У нас такого вот уровня блогеров нет. И блогеров. Вот, которые бы работали вот на таком уровне, которые бы генерировали такой концерт. Вот, я не знаю, почему, но вот как… Нету и комиков такого уровня, как в Украине и России. Вот. Ну, вот Дайкен подсказывает, что есть «нет», но он не Белоруссий. Нет. Это как информация. Это как информация, да. Он снимает им информацию какую-то, да, и он это делает, но, да, он такой… Ну, даже не тут было, не позиционировали там, какого-то, не знаю, человека. Спасибо. Я вам приведу. Структура власти. Тоже важный момент. Насколько там людей, которые, так или иначе, могут продвигать идеи, там, прагматичная, там, не даже свобода, просто реформаторство, просветительство какого-то, там, или модернизация. И опять, отдельные люди есть, без сомнения, но как структура власти, например, можно ли назвать орган госуправления, который там был однозначно за рыбы, за предпринимательство. За частную собственность. За частную собственность. Виктория, даже шире поскольку. А в кухне все. Нет, нет, мы говорим «орган госмасс», значит, думаю, ты знаешь там вот. Там ребята действительно прорыдочные. Там ребята поддерживают предпринимательство. Там ребята, которые не будут там посягать на частную собственность, там, на, 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 знаете, базовые установки там цивилизационного развития. Я, честно говоря, даже не знаю. У нас есть структуры такие, ну, вот, как вот сельский совет, да, но они абсолютно противоположным управлением влияют. Нет, нет, я говорю именно нам, вот там, определить даже из всех структур власти, хотя бы один, хотя бы, там, на, не знаю, наполовину, который был бы позитивным. Потому что все остальное – это… И поэтому, знаете, какие шансы у наджеров свободы в Белоруссии в ситуации, когда вина, доля, структура людей и организаций работают либо нейтрально, либо в прямом противоположном направлении? Друзья, это не для того, чтобы пессимизировать, для того, чтобы, говорю, аудит ресурсов для будущего определить. То есть, если мы, кстати, ставим цель, там, знаешь, как говорят, Романчук, ну ты вот выступаешь, почему ты ничего не добился, блин? Типа, тут, знаете, против тебя… Такая система… Где твой четыре колхоза? Где твой четыре колхоза? Да, это лучше в колхоз ездить, понимаешь? Что ты там против четыре… И вот это вот сюжет для того, чтобы понимать, там, впечатлили, мол. Оппозиция, блин, тут зачем вы там, до сих пор, там, того и того… Откуда оппозиция, даже Валерий Иванович отдельно взятый, или Ленин Федорович или партии все могут… Потому что они так или иначе должны подпитываться некими являcми свободой, формальным или неформальным. Когда их нет, когда люди говорят, мыummer политикой не занимаемся, не занимаешься судами, не занимаешься контролем за ресурсами, не занимаешься налогами, не занимаешься регулированием, не занимаешься монополиями, коррупчом, ничем не занимаешься. Не заниматься политикой, не можем себе позволить не заниматься политикой, будучи гражданами, будучи интеллектуалами, потому что сегодня вопросы политики и мире, мы не Голландия. Знаете, мне нравится выражение, мне нравится выражение Сакашири, когда вы спросили в Голландии, мы говорим, скучно, здесь все сделано, ты просто работаешь, пилишь деталь, либо делаешь что-нибудь еще, ему скучно, потому что все сделано. В Беларуси непочадный край работы, в России, в Украине непочадный край работы, это все еще система, которая меняется, если люди ничего не делают, они дают возможности и все полномочия тем людям, которые я называю, что здесь не мячужого. Мы, он, Гурина Альбер, свободы-канопатствуют, личность. Как бренд? А мы, личность, личность, да, личность, конечно, да, 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 молодец, да, абсолютно, я согласен. А у нас есть. Где она? Я скромно промолчала, но спасибо большое за... Нет, за меня, это. Поэтому здесь вот это очень важно, потому что вот идентикация того, это, грубо говоря, стартовая площадка для будущей работы, да, вот если мы понимаем, что мы вот в таком состоянии находимся, это, с одной стороны, как Грифёня говорит, это хорошо, что у нас в Беларуси такие вузы, потому что мне еще лет 20 не будут конкурентом. ты задаешь риторический совершенно вопрос дело в том, что цель Геларуси в известном воздухе сильная и процветающая Геларусь. Процветающая здесь как цель, средство это сила. Мы сегодня нашли стопроцентное взаимопонимание господином Бородничем, потому что у нас культ силы. Культ насилия. Государство обратно силе. Поэтому у них. Этот культ распространяется прежде всего на обосновление армии, военных праздников, людей в вагонах, совершенно ненужного силового блока, как говорил Николай Семенов. Постоянное проведение военно-патриотических мероприятий. Много учебных образований в учреждении образования превратили в кадетские училища. То есть у нас привыкли, что ценность достигается силой. И в этом плане можно перефразировать известную фразу. В чем правда? Правда. В силе. В Беларуси нет запроса на свободу. То есть не воспитывают людей, что свобода является ценностью. Ценностью является послушание. Ценность семья, ценность друзья. А в семье, опять же, является ценностью послушания. Тут с места, опять же, задавал вопрос, почему не приняли закон о защите от домашнего насилия? Потому что ценностью является сила. Не мог человек сам через себя переступить, бывший министр МВД, чтобы подписать, спонсовать принятие этого закону. А между прочим, вы знаете, что против запроса по домашнему насилию или как раз-таки церкви? Да. Да, безусловно. Православная церковь абсолютно присутствует в эту систему. Она послушный инструмент в руках власти. Как раньше в Советском Союзе, вы знаете. Понятно. Давай, Вадим. Спасибо. Продолжение. Самое мало. Я считаю, что как раз-таки в септе в первую очередь является фундаментом данного мировоззрения. Оно как бы прошло еще через Советский Союз и дальше. Потому что оно формирует более глубинные слои мировоззрения, а уже поток поведения. Поэтому я соглашусь, что именно для них это более страшно для государства. Потому что если сменится этот формат, тогда они по-другому глубинные. А вот второй момент, там был еще, прошу прощения, Ленин сказал, еще очень важную вещь. О том, что путь силы. Да, путь силы трансируется сверху. А вот как раз-таки почему население вот здесь очень мало представлено, личности и тому подобное. Я выскажу только тезис. Абсолютно лично. Вероятнее всего, мы об этом уже говорили, что там три поколения держало фигу в кармане, и сейчас еще два поколения есть, которые не фигу в кармане. И они четко понимают, что вот против этой силы выступать, ну, пускай там не будет салатки, но будет что-то еще. И вот эти все моменты. То есть, как бы, такая фотомная страсть. И они ищут другой вход. Совершенно другой вход. Они либо уезжают на них более активные, это мы как бы все знаем, да? Либо они уходят вот в децентрализацию, совершенно бэ-бэ, и другими инструментами ищут все время с работы и вот эту самонализацию. Вот, но это опять-таки. Поэтому активничать тогда, когда мы знаем, что есть сила, но мы ее не принимаем. Такой пассивный. Ну, это, получается, угасание. Угасание страны, грубо говоря. Здесь сейчас были очередные учения, и очень популярным стало фото с децентником, который держит в зубах парку. Чего парку? Парку. Парку, школьную парку. А, парку? Парку, я считаю. Это серьезный децентер. Но, Лёня, ты забидаешь. Вот. Так или иначе, друзья, еще раз, смотрите, я по зубу. Да, нарисую в воздухе вот так вот стоять и держу парку. Здоровая жизнь. Здоровая жизнь. Зубы у него сильная кухня. Брантирование нашло. Вы себе можете представить картину «Георгий бедоносец колет змею», да? Вы недавно знаете, что было в Москве, вот эти события. И там ОМОНовец, а внизу лежит поверженный протестантам. Это в отношении вот этой парты и ОМОНовца. Знаешь, такая картинка, слышите? Лёня, картинка, картинка. И лечите зубы в Витебске. Витебская стоматология. Это ОМОНовец, который ждет гранитного зуба. Замечательно, Алексей Васильев. Как вы смотрели на эту картину? Потому что я одна самая у вас провела в обвиняя человека. Добрейшего, честнейшего. И совершенно идеально с точки зрения мировосприятия. И он мог одной рукой поделить школьный парт, то есть сколько угодно, вот так вот навлезя на той руке и ее продержать. Ну да, если в целом. Поэтому функция. Физическое село. Друзья, ну, смотрите. Вы не будете, а? Сейчас не так. Сейчас потом. Друзья. Так иначе, друзья. Смотрите, то есть мы говорим, завтра у нас будет с утра как раз именно практикум как бы того, что мы можем делать, но мы констатируем факт, что сегодня вечно свой капитал, организационный капитал, инфраструктурный капитал, движение свободы крайне, крайне в Беларуси неэффективен или малочисленен. То есть мы говорим, что… Как бизнес, да? И вы хотите сделать хороший бизнес, а что у вас есть для этого? Для того, чтобы у нас сделать хорошую страну, с точки зрения тех целей, которые мы обозначили, нужно наращивать этот ресурс, которого крайне-крайне хватает. И даже нужно определить те пул, тех потенциальных аудиторий для того, чтобы наши там интеллектуальные продукты, мероприятия, когда они находили какую-то почву. Потому что если этого не сделаем, получается, ну вот просто мы тогда в плену чиновников, тех людей, этих монополистов, которые просто там наверху, ну и вот они сами решают, что делать. А так или иначе нужно тогда вот, если это было бы сильнее, да, горизонтальной связи нас с вами, которая позволяет делать YouTube, которая позволяет делать социальные сети, которая позволяет делать, так или иначе, наша активность, она, конечно же, безусловно, увеличивает и там стоимость брендов, личностных, организационных и так далее. Поэтому, друзья, любите свободу вашу, потому что это вот либо в этой форме, либо в этой форме, но сострадание, но вот это вот как будто креатив, что ли, особенно вот мне важно, чтобы вот я не видел перетекания людей из профессиональных сфер в гражданскую, у нас почему-то не происходит. это очень большой ресурс, потому что вот даже 90-е, начало 90-е, Валерий очень не даст соврать, когда активно работали в гражданском поле, люди, которые были персоналами, наверное, в банке, уже Богданкевич, да, человек пришел с уровня главы нацбанка, у него был авторитет в этой сфере, он стал руководителем партии. Захаренко, был руководителем там, генералом стал этим, Карпенко, директор завода, юристы, известные, и много людей, которые, условно видите, когда это было новое, это качество диалога было другое, да? А сегодня, когда там, условно, мы надеемся, что они куда-то появятся, откуда они могут появиться, если на самом деле вот я занимаюсь этим, я в IT, я там в этом, я в этом, и вот потом говорят, слушай, а кто займется этим? И вот этот вопрос постоянно, типа, апелляция к некой оппозиции, к неким структурам, партиям и так далее, и так далее, он просто повисает в воздухе. И правильно мы вообще опять-таки говорим, что вот либо там помогать бизнес-союзам, либо помогать школам, либо помогать общественным организациям, мозговым центрам, блогерам, это все те вещи, которые мы можем дать, там, депутатам, все эти вещи, которые мы можем делать. Я говорю, почему в том списке вот организаций не было, да, Экзерова, то есть нет политических партий? Я вот, хорошо, что ты спросил, потому что, это провокация, да, провокация, да, есть коммунисты одни, и есть коммунисты другие, да, есть либерал-деминистическая партия, и есть ОГП, есть Белорусский народный фронт, и есть партия труда. Есть партийная партия, и республиканская партия. И на самом деле у нас просто партийная, вот это вот, один из важнейших факторов формирования спроса на переменные, практически сведен до уровня там очень незначительных, малочисленных организаций, которые вытеснены на какие-то там либо радикальные акции, либо просто имитационные партии, как это в России, или как это может быть в Белоруссии. Если появится спрос на политические партии, через там условно после конституционной реформы, можно было бы там 50% по спискам, если мы, я говорю, если появится, то тогда будет смысл партийного строительства, и заметьте, как украинцы пришли к тому, что они дают деньги из бюджета любой партии, которая набрала более двух процентов. Два процента набра, да? Вот два процента набра, получается, нет бюджета. А у нас партии просто, ну, никакой, грубо говоря, ресурсной базы нет. Люди, которые туда работают, абсолютно такие пассиональные ребята, которые там за идею, и не более того, да, причем-то тоже там и манипуляции, и все-все-все. Закон принят уже или это проект сейчас? Нет, это проект уже. Нет, это проект уже. Он еще даже не внесен в плац, он на фазе обсуждений и не факт, что он дойдет. Поэтому вот, скорее, когда мы говорим общественной организации, это организация, я говорю, Володя, когда партия, мы вот сюда. Вот, поэтому не особая, но все-таки, вот, как бы, такое полноценное структуре политической партии. В курсе, наверное, все в курсе, вы думаете, что проектом законов общества, вот, новой, вот, общественных организаций и политических партиях, партия 800 человек, вот, организация, там, значительно, по крайней мере, в проекте обречено создание, вот, этих, этих организаций, познакомьтесь с проектом. Ну, посмотрим опыт Украины в этом плане, потому что то, что они вот, насколько приведет к партийному строительству, там, ценностному, да, вот этого 2% госфинансирования, потому что никто еще не знает, как это сработает. Есть вот, опять, партия «Слуга народа» появилась, когда, в шесть месяцев, ну, бренд или там… Он уже решил вопрос финансировать. Партии, как, структуры, которые, опять, там… Нет, ну, они же не знали, я бы, опять, был стекулятор, с тобой это… В США вообще политическая партия, не имеет ничего общего с Европейским. Друзья, спасибо большое за ваше внимание.